Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Если честно, я даже не знаю, как описать это чувство или состояние. Я дружил с компанией «Пя друг» 7 лет назад в один игрок «Прекрасный день». Все с этой компанией люди резко перестали со мной общаться, без причин. Я звонил, хотел узнать причину, но так и не узнал. Мне было очень не обидно, но как-то закрутилось и прошло. Сейчас повторилась опять такая же ситуация. Я опять осталась одна и опять без причины. В этот раз мне прямо плохо, обидно и за то, что обидно еще хуже стало. Думаю, какая дружба-то, тебе 34 года, вроде бы успокоиться надо, но я не могу. Да всё обидно, что я не понимаю, как так можно. Еще вчера были лучшими с другом, а сегодня они общаются, встречаются, а я опять одна. Одна. Ну, детский сад какой-то в моей голове. Ума понимает, что не так должна думать, что это глупо ставить дружбу на первое место в голове, чем семья, работа, хобби. Ну и как всё это не думать или как всё это пережить, куда двигаться, непонятно. И опять сказать кому-то стыдно. Поюще будут обсуждать, что думают как маленький ребенок. Извините, что так символно и наверное какие-то глупые переживания. Спасибо. Ну а по вашему вопросу, я вижу, что вы не впервые на сайте, не впервые обращаетесь по всему за помощью, хотя вы задаете свой вопрос анонимно. Поэтому я думаю, что скорее всего вы, ну наверное, можете предположить, как можно было бы вам ответить на вот такого рода вопрос. Собственно, вы очень хорошо раскрыли те основания, те причины, по которым вы снова и снова оставили сцену. Эта причина заключается в том, что вы себя достаточно сильно обесцениваете. Вы постоянно, можно так сказать, подвергаете себя критике. Подвергаете себя сомнениям, подвергаете себя обесцениваниям, я бы сказал. Так. И в этом, собственно говоря, мне и видится одна из основных серьезных проблем, которые можно описать. О чем здесь идет, в первую очередь, в том, что вы людей, вот, других людей, ставите, ну как бы, выше, чем вы, выше, чем вы сами. Других людей вы ставите выше, чем вы. И таким образом получается, что люди чувствуют, как вы себя обесцениваете. Вот, и рано или поздно начинают вам это отражаться. Вот, собственно, в этом и заключается, как мне кажется, основная проблема в данном случае. Вот, если вот говорить как-то, ну ладно, о том, да, какова причина. Такой, ну, такой вот вашей повторяющейся ситуации, где вы, ну как бы, как бы, снова и снова, да, оказывается, получается одна. Вот. Вот. Вообще нас видно, что в вашем поведении есть, так скажем, ряд элементов, которые, к сожалению, отталкивают от вас людей, именно за счет того, что вы, как будто бы, ну, вот, на постоянной основе, может быть, к этим людям тянете, ставя себя, как бы, ниже, чем они. Вот. В этом, мне кажется, и заключается одна из основных ваших проблем. И с этим, как мне кажется, и нужно вам, в первую очередь, работать. Вот, если вы, вот, свою самооценку сможете поднять, если вы, вот, свою самооценку сможете поднять, если вы свою самооценку сможете подкорректировать, я не вижу никаких препятствий для того, для того, чтобы вы смогли устраивать, ну, вот, хорошие, качественные отношения с другими людьми. Конечно, может быть, определенные трудности, конечно, будут, вот, конфликты, может быть, определенные, конечно, будут. Вот, может быть, это будут совсем не те люди, ну, на которых вы рассчитывали и на которых вы ожидали увидеть, а рядом с собой, например. Ну, как мне кажется, что это позволит вам изменить ситуацию. Что касается элемента интереса, то есть говорить, что детский взгляд, ну, нужные, там, ну, хобби и так далее, то здесь, в основном, так однозначно, потому что, если вот эта часть вашей личности, да, не раскрывается вот эта часть вашей личности, скажем так, социальная часть вашей личности не раскрывается, что, конечно, тяжело, ну, и, в принципе, не думаю, что вы будете отрастать тот факт, что все, все, все нам там нужны друзья, да, все нам нужны какие-то люди, динамичники и так далее, вот, но здесь есть, как мне кажется, одна проблема. Она заключается в том, что, возможно, вы людей ставите, как представление выше того, ну, по поводу чего вы с ними взаимодействуете. И люди постоянно чувствуют себя с текстом вашего внимания внимания. Вот это может быть проблемой, то есть то, что у вас есть хобби, к примеру, великолепно, прекрасный супер, такое хобби можно использовать для того, чтобы сближаться с людьми, чтобы общаться с ними, вот, чтобы нарабатывать что-то общее, вот. А у вас это как-то идет в разрез, ну, даже не в разрез, а у вас это как-то происходит, ну, как будто альтернатива. На самом деле это не является альтернативой, вот, ну, как бы, это вещи, которые могут быть взаимодополняющими друг друга. Никакого, в общем, в целом, противоречия здесь нет. Вот, ну, для того, чтобы, как бы, вот, вам, так скажем, убедиться в этом, что никакого противоречия нет. Необходимо вам это прожить и прочувствовать. Понимаете, да? Вот, если вы этого не проживаете, если вы этого не проживали и не чувствовали, то в вашем опыте, вот, к сожалению, нет такого проживания. Нет таких эмоций, таких ощущений. Вот, и, соответственно, вы, естественно, как бы здесь видите, ну, собственно, что-то вроде альтернативы. Хотя, повторюсь, а здесь альтернативы нет. Вот, поэтому я думаю, что, ну, задачи психолога, конкретно вот, ну, ваша ситуация, задачи психолога, могла бы стать, точнее, помощь в формировании у вас более полной личности. Вот. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...